Эпидемиологическая обстановка в стране значительно ухудшилась с началом осени. За последние две недели в России с коронавирусной инфекцией госпитализировали больше 3000 человек. Больше всего случаев в Приморье, по данным за 10 сентября 190. Об особенности их заболеваемости в этом сезоне, опасности нового варианта коронавируса и о том, как обезопасить себя, обсудим с экспертом. В нашей студии врач-эпидемиолог 1-й поликлиники Владивостока Ирина Александровна Ряховская. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Александровна, с чем по вашему мнению связана вот такая статистика? Ну, цифры, которые вы мне сказали, это действительно так, они не ошибочны, но в разрезе всего населения заболевших в 3000. Это действительно небольшой показатель для начала нашей осени. На данный момент, я могу сказать только про свою первую взрослую поликлинику, у нас действительно есть подъем заболеваемости, как ОРВИ, гриппа и ковида. Ну, можно сказать, что это новый вид коронавируса? То, что сейчас происходит? Новый вид коронавируса, он всегда будет для нас новый, так как вирусы, мутируют, они размножаются, они хотят дальше жить, они хотят развиваться, и, естественно, мутация будет. Остается неизменным это ядро, да, так сказать, то есть к этому никогда нельзя будет подготовиться, каким именно штаммом вы будете заражены коронавирусом, к этому вообще никогда не подготовиться. Единственный момент, что сейчас у нас готовится вакцина новая от коронавирусной инфекции, мы ее ожидаем, я не могу сказать, когда она будет точно, потому что спрос у населения есть, и действительно мы тоже, как врачи, переживаем по этому поводу, что защита вакцинации все-таки нужна. Но на данный момент вакцинации от коронавируса сейчас не происходит, так как мы готовим для населения новые штаммы и будем прививать от самых, не от всех, потому что их слишком много. Мы будем прививать только от тех, которые приводят к летальному исходу. В чем особенность именно этого вида коронавируса, чем он опасен для населения? Всегда опасны и не само заражение того или иного гриппа, ОРВИ или ковида. Всегда опасны осложнения. То есть со всем этим эпидемиологическим процессом самое главное, какой восприимчивый организм, какая была вирусная нагрузка у вируса. Вы могли столкнуться с очень нетипичным, так сказать, вирусом, и он будет на самом деле ослабленный. Но у вас есть хронические заболевания, которые у вас не в стадии обострения. То есть когда вы не следите за своим питанием, у вас стресс на работе, когда ваш организм просто, как это сказать, будем говорить в кавычках, тряхит по швам. И в этот момент к вам поступил вирус, и организм и так еле справляется, то что вы не высыпаетесь. И для вас будет, я не буду говорить тяжелое заболевание, но осложнение, как вне больничное понимание, которое мы не хотим никогда, чтобы оно доходило, может присутствовать. То есть там уже тяжелые симптомы, которые требуют госпитализации. Кто входит в группу риска? Конечно же, наша группа риска это лица старше 60 лет, это лица с хроническими заболеваниями, конечно же, легочной системы. Мы не забываем про беременных, мы не забываем про детей. Что сейчас в основном входит в главное лечение при коронавирусе? Какие препараты? Препараты до сих пор остаются симптоматические. То есть мы никуда с вами не ушли. Мы не придумали препарат, который бы нам выводил коронавирус из организма. Да, вот мы его выпили, золотую таблетку, которую все так ищут, рьяно, и вот я выпью, и все действительно будет. Нет, к сожалению, мы смотрим на симптомы. Все индивидуально. Все индивидуально. Оно как осталось, оно так и будет. Есть новые клинические рекомендации, которые пересматриваются у нас. В этом году даже несколько было пересмотров, но это все индивидуально, чисто и у врача. То есть они рекомендации, они носят рекомендательный, обязательный характер, но врач самосматривательно принимает решение, давать ли вам тот или иной препарат. Хотелось бы, конечно, сказать, что если вы думаете, что вирусы лечатся антибиотиками, нет, к сожалению, не лечатся. Если вы ощущаете такие симптомы, все мы ощущали всегда симптомы УРВИИ. Это легкое недомогание, температура вроде бы субъявлитетная, повышенная. И вот этот вот момент, когда переходит, когда вам еще тяжелее становится, вы думаете, ну вот сейчас я антибиотик выпью, и вот точно мне поможет. Вот я сейчас встану, все, у меня сейчас будет все хорошо. На самом деле это не делается. То есть если мы назначаем антибиотик отриопиру, то это уже действительно, если уже есть не больничная пневмония, там мы ее контролируем. То есть мы понимаем, что, да, действительно, мы профилактируем подключение бактериальной инфекции. То есть все-таки мы не про вирусы говорим, а говорим о том, что какие именно была симптоматика. Вот тогда только мы начинаем вот эту историю делать. Противовирусные препараты, которые вы берете в аптеках, то есть это всегда препараты, которые назначаются первые трое суток. То есть, да, действительно, противовирусные препараты, у нас нужно пить быстрее, то есть назначать его. А вот антибиотики, пожалуйста, только у врача. Никакие антибиотики самостоятельно не покупаем для своего облегчения. Только по назначению врача? Только. Вот прям вот сильно подчеркиваю. Ирина Александровна, многие врачи утверждают, что вирус уже больше не тот, что был сначала в 2020-2021 годах, но при этом есть зафиксированные смертельные случаи в этом году, например, в республике Саха-Якутия. Вот что вы думаете по этому поводу? К сожалению, люди умирали и будут умирать, как бы это ни прискромно звучало. И да, мы действительно, умирает, и все-таки, я подчеркну, умирает больше от осложнений, то есть не от самого вируса. То, что было в анамнезе у этого пациента, мы не знаем, но то есть это в Якутии. Да, действительно, стоит бояться, просто никто не знает, что именно для вас это будет фатальным. Поэтому лучше, конечно же, профилактировать и не допускать до того момента, что мы досиделись дома, никуда не обратились. Взятие крови, клинический анализ. Даже если это будет, то есть вам врач скажет, нет, действительно, вы слишком обеспокоились, вы можете пройти. Деспонсоризацию, то есть понять, что с вами сейчас происходит. Может быть, дело совершенно даже не в этих симптомах, да, там слабость, субфибрилитет, то есть вы не досыпаете. Может быть, у вас все-таки проблемы в другом. Может быть, стоит о себе подумать. Мне кажется, сентябрь – это отличное время, когда нужно подумать о себе и подготовиться к тяжелому периоду, потому что мы отмечаем только начало заболевания. Дальше будет, и мы ожидаем, что будет больше заболевших. Это всегда было из года в год. Мы к этому готовимся. У нас есть мероприятия, которые мы готовим в поликлинике. Ну и, конечно же, индивидуальная защита нашего населения, она должна быть. А что сейчас опаснее, все-таки грипп или коронавирус? Опаснее. Какой интересный вопрос. Что именно опаснее? Опаснее вирусная нагрузка. Какой вирус вы все-таки подцепите? Это будет и грипп, и грипп. Какой именно вирусная нагрузка? Еще раз повторюсь. Какой источник заболевания у вас был? Какое состояние вашего организма? В каких условиях вы находитесь, обитаете? В закрытых помещениях с большим скоплением людей? То есть это все влияет. И, конечно же, осложнения. Только так могут ответить на этот вопрос. То есть осложнения могут быть, в принципе, очень тяжелыми. В любом случае могут быть. И от гриппа, и от ковида, и от ОРВИ. И есть осложнения. Они могут привести к неблиничной пневмонии, которая, к сожалению, лечится уже. Ну, можно только в специальном этапе, в амбулаторных условиях. Можно и вылечить, но только в легкой форме. То есть средней тяжелой формы мы никак не лечим дома. А можно ли как-то самостоятельно определить ОРВИ, это коронавирус или грипп, или только с помощью теста? К сожалению, да. Симптомы настолько стерты стали, что для вас все-таки будет лучше обратиться к доктору. Это банально звучит, но действительно гадать можно очень сильно. То есть все зависит и, как я сказала, от штамма, то есть инкубационный период. У них у всех одинаковый инкубационный период. Некоторые штаммы различаются по своей структуре, и поэтому может быть немного быстрее заболевание. То есть при ковиде оно наступает, при гриппе оно через пятые сутки, при ковиде они могут быть больше. Но мы же тоже ожидаем, какой именно наплыв будет. Поэтому тоже посмотрим, как он сейчас себя тоже будет проявлять, какой инкубационный период. Потому что сейчас очень сложно говорить, какой он все-таки, какая его картина заболеваний. Сейчас прибавили симптомы нетипичные для поднятия температуры, кашель, насморк. Нет, у нас еще добавилась диарея. То есть у нас пациенты обращаются еще с такими симптомами. Казалось бы, да, то есть вот температура, диарея, ставим экспресс-тест, а у нас ковид. Расскажите о профилактике вирусных инфекций в первой париклинике. Сейчас у нас стартовала, нам помог ВЭП, у нас стартовала прививочная кампания. С 2-го числа во всех поликлиниках города есть вакцинация от гриппа. От гриппа у нас вакцинируют вакцины трехвалентные, которые мы регистрировали. В случае заболевания, там два типа А гриппа и один В. Это свиной грипп и птичький грипп. То есть мы до того момента, как у нас он будет регистрироваться, начинаем вакцинировать население. И на данный момент нашему населению доступно сови-грипп, ультрикс для детей нам выдали, потому что у нас еще есть и детское население на русском острове, мы прививаем детей там, он немного, как там сказать, все зависит от механизма воздействия на клетку. То есть это тоже самое вакцина от гриппа, но она легче, и вот для наших детей мы ее, конечно же, используем. Для нашего населения это сови-грипп, это очищенная, инактивированная вакцина. Никого не пугаю, никому не буду там утаивать или еще что-то. Любая постановка вакцины имеет место быть, сопровождается повышением температуры, слабостью. То есть организм думает, что действительно к нему пришел вирус, и я начинаю с ним бороться. Но это не так, как он убитый полностью, то есть там нет того самого штамма, ну то есть вот этой вот самой вирусной нагрузки, которая его дает. То есть здесь организму нужно помочь, сказать, что нет, все хорошо, мы просто профилактируемся, и наш организм вырабатывает антитела в течение 21 дня. Как вот самостоятельно укреплять иммунитет? Самостоятельно укреплять иммунитет. Я думаю, что очень много у нас информации в интернете, как укреплять иммунитет. Для меня основные остаются постулаты, хороший сон, 7 часов. Это обязательно. Это отсутствие алкоголя, ну ладно, хорошо, не отсутствие алкоголя вообще, а умеренное его употребление. То есть во всем знать меру, разнообразное питание. Мы не просим вас питаться теми продуктами, которые дорогостоящие, да, действительно, есть у нас продукты, которые и они полезны, они на нашей стране не предоставят. Но если вы будете питаться разнообразнее, питать свой микробиом, это будет намного лучше, чем нежели если вы будете одним и тем же продуктом питаться всю неделю, ну так сказать. И что еще, закаливание, я, конечно бы, наверное, да, наверное, хотя бы контрастный душ. Я бы советовала. Ну это, конечно же, индивидуально, если вы не предрасположены к такому, ну на самом деле сосуды хорошо стимулируют. И я сама, на самом деле, если так сказать, мерзлячка была всегда, но начала закаляться и отметила на себе намного лучшее состояние даже для утра. И я, ну что это очень даже хорошо. Спасибо большое, Ирина Александровна, за беседу. У нас все. В студии РБК «Приморья» была врач-эпидемиолог 1-й поликлиники Владивостока Ирина Александровна Ореховская.